Повесть временных лет Открывается летопись библейским преданием о расселении народов. После потопа трое сыновей Ноя разделили землю. Сим, Хам и Афет. И достался восток Симу. Хаму же достался юг. И Афет уже достались северные страны и западные. Европейские народы, в том числе и славяне, являются потомками Иафета. После рассказа о расселении потомков Ноя в летописи следует история Вавилонской башни. И когда умножились люди на земле, Замыслили они создать столб до неба. И около него город Вавилон. И строили столб тот сорок лет. И не завершили его. И сошел Господь Бог и сказал, Вот род един и народ един. И смешал Бог народы. И разделил и рассеял по всей земле. И ветром великим разрушил столб. И остатки его между Осирией и Вавилоном. Горделивый замысел людей был не угоден Богу. История эта сохранилась до наших дней. В выражении «Вавилонское столпотворение». Летопись повествует о том, как после Вавилонского разделения славяне в числе других племен стали осваивать новые территории. Сели славяне по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. От тех славян разошлись по земле и прозвались именами, от мест на которых сели. Одни на реке Марава и прозвались Марава. А другие назвались Чехи, Хорваты и Сербы. Некоторые народы, упоминаемые в летописи, и сегодня населяют те же земли. Эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались Поляна. А другие древлянами, потому что сели в лесах. А другие сели между Припятью и Двиною и назвались Дреговичами. Иные назвались Палачанами по реке, впадающей в Двину, именуемой Полота. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем – Славянами. Среди славян летопись особо выделяет полян будущих строителей Киева. С давних пор эта земля получила апостольское благословение. В летописи говорится о посещении Днепровских гор апостолом Андреем Первозванным. Андрей пришел и стал под горами на берегу и сказал бывшим с ним ученикам – «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия. Будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». «И взойдя на горы эти, благословил их, и поставил крест, и помолился Богу». В словах апостола была явлена воля Божья на создание нового государства. АНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова